айнард фейн жители империи с вами нельгардец и добро пожаловать на передачу космо хлев и огород сегодня вы узнаете как нужно правильно разводить тиянок откармливать их а потом выпускать в открытый космос дополнение великий архив позволит вам не только собирать всякую рухлядь но одомашнивать космическую фауну разводя ее в маленькой пристройки к архиву космическом виварий который вы найдете на панели открытия работать эта вкладка начнет после того как ее вместимость станет больше нуля или после открытия технологии гравитационные ловушки также после изучения технологии искусственное размножение вам откроется модуль инкубатор для космической базы вот только его можно строить на тех базах где нет верфей вместимость вивария можно увеличить за счет строение и норверное гражданских моделей и технологий теперь когда технологии гравитационных ловушек готова можно отправляться на охоту то есть приручение приручать космофауну будут научные корабли после успешного первого контакта с этой космофауны у попыток захвата есть стоимость и перезарядка а по мере открытия различных технологий шанс захвата и количество захваченных за раз существ увеличивается да тут мы де-факто бросаем кубики и проходим проверки улучшить свои шансы мы можем за счет технологии маскировки и прыжковых двигателей первое увеличит успешность захвата а вторая позволит мгновенно доставить улов вивари но чисто технически на наш шанс улова будет еще влиять наш ученый так что мы можем прокачать его уровень и получить баф к добыче тияна также разработчики не затупили и дали возможность стрелять гравитационными ловушками во всех направлениях так что они будут пролетать через системы и захватывать особи в далеко от наших кораблей в дневнике тестеры поймали одну корову на четыре вместимости после помещения вивари она начинает расти как на дрожжах и кстати о загоне в нем мы видим возрасте янки когда она вырастет и каким генетическим материалом обладает но одна тиянка это ну смех какой-то нужно больше коров чтобы они стали воспроизводиться кстати не всем космос животным нужны партнеры для размножения кристаллы и амебы в отличие от тиянок размножаются бесполым путем так вот нам нужно больше коров и мы конечно же можем летать по галактике в поисках стада но лучше привлечь его пустотными приманками это модули космической базы которые открываются по завершению традиции одомашнивания они привлекают отдельные виды космической фауны и их нужно строить в предпочитаемой среде космическим амеба нравится туманности кристаллическим сущностям пульсары и так далее тому подобное но мы-то помним про древесное происхождение которое позволило нам на старте приманивать стадать я на думаю сочетании с ловушками сеть янки будут усоваться в нашей столичной системе когда же все колбы будут заполнены начинается процесс размножения захваченная фауна автоматически даст потомство после чего на некоторое время не сможет этого делать о чем можно прочитать в репродуктивном статусе финальной стадии нашего фермерства станет великая жатва мы можем отправить тиянок в наш флот или под нож последняя опция позволит получить с них ресурсы и генетический материал например наша первая тиянка может дать 44 еды и редкий ген космо кита наличие же генетического материала позволяет выращивать клонов этого вида в звериных портах так что пару раз вам придется запачкать руки при этом чем уникальнее вид тем больше награды вы получите при клонировании будет использоваться самая лучшая генетическая комбинация переходя к флоту нужно сказать что весь ваш флот будет в основной массе своей состоять из клонов клонированные особи в отличие от пойманных начинают свою жизнь с первого уровня роста и постепенно доходит до кондиции есть конечно технологии которые позволяют сразу сделать большой клон но тут есть маленькая проблема размер особи влияет на вместимость флотилии так что чем больше туша кита тем меньше места остается для других особей и лимита кораблей разработчики пишут что вы сможете ограничить рост особи на нужного размера а потом выпустить их из колбы что ж тогда вопрос а будут ли они продолжать расти находясь в самой флотилии и что еще хуже умирать от старости ну и поскольку вы становитесь полновластным владельцем космических животных вы можете всячески их преобразовывать во вкладке космического флота технология контролируемая мутация даст вам три слота под мутацией и позволит внести изменения захваченную фауну при создании клонов а также в конструкторе судов чтобы существа могли использовать особые ячейки компонентов мутации другие технологии откроют больше слотов и техник для ваших биокораблей но нам покажут их только на релизе условно мутации можно широко разделить на атакующие оборонительные и особенные но ячейки для персонализации фауны можно использовать как вам угодно если смотреть на фото то набор оружия и улучшения почти ничем не отличаются от кораблей все примерно то же самое только в новом биодизайне хотя есть важная механика у разных существ разное стоимость создания и содержания и последнее снижается если существо находится предпочитаемой ими среде также можно сделать проект до которого будут вырастать ваше создание в инкубаторах например у нас есть две амебы простая амеба и мама амеба владающая большими энергетическими батареями основным же помощником космофермера станет традиция одомашнивания начале своего исследования она даст плюс 20 процентов выпуску фермерами и минус 10 процентов клонированию фауны после открытия всех ячейк она даст плюс 50 процентов к опыту живых флотилий дерево традиции разбито на два уровня первая линия начинается с протоколов сдерживания которые увеличат вивариум на 25 процентов а также на 20 процентов шанс поймать космозверя при этом вы еще получите увеличенный шанс поймать редкого змея далее идет биоперепрофилирование которое дает 250 еды за расчистку блока и 33 процента к скорости расчистки также вы сможете собрать научными кораблями 10 процентов стоимости живого флота если он был уничтожен второй уровень ячеек начинается с астрозоологии она увеличивает шанс беременности для всех особей вивариуме увеличивать на 25 процентов ресурсы с забоя и увеличивать выработку зоологов на 50 процентов следующая ячейка метаболическая регуляция открывает соответствующую политику который влияет на скорость роста bio кораблей также она увеличивает рост населения на 5 процентов и скорость клонирования bio кораблей на 15 последний ячейка инстинкт убийцы увеличивает собственно скорость и умбий кораблей на 15 процент напоследок нам показали еще две новые гражданские модели повелители зверей и космические пастухи обе модели на старте открывают доступ к технологиям гравитационных ловушек и искусственное разведение также мы стартуем зверинца вместо космопорта амебами вместо корветов и их гена семенем при этом содержание простых кораблей будет нам обходиться на 200 процентов дороже отличаются происхождение только членами совета повелители зверей посадят совет кого бы вы думали правильно повелителя зверей который даст плюс 2 процентов субсветовой скорости кораблям и плюс 3 процента их урона за каждый свой уровень пастухи в свою очередь получат должность главного пастуха который даст плюс 2 процента к росту животных и плюс 3 процента к награде от забоя за каждый свой уровень что ж нелюгарцы вот мы и дождались нормальное дополнение хотя лично мне хватает еще весеннего аддона про перезапуск машин в нем еще можно ковыряться и ковыряться ибо с его выхода я еле-еле закончил одну большую компанию и начал вторую сентябрьский же ветерок из космоса пронесся как никем не ожидаемое зловоние только испортив впечатление об игре и разработчиках но космо фермерство на мой взгляд смогло сгладить углы лично я ждал нечто подобное для моего билда деревьев которые путешествуют на тиянках но и это еще не все ведь в мастерской много модов которые в том числе позволяют увеличить число гражданских моделей до идти или шести штук а теперь представьте что можно будет сделать если объединить космос фермерство деревья и реаниматоров некрона как минимум огромный бесплатный флот воскресших космос животных а на сегодня это все ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите в комментариях что думаете о грядущем дополнении великий архив для нашей любимой стратегии стелларис с вами был ник гардец до встречи на просторах космоса космоса а а а а а а а а